Так, и запускаем туда, попробуем, как получится. Да, есть, слава Богу, слава Иисусу Христу, слава Богу, святому приветствую всех, всех домашних своих приветствую, вот, всех собравшихся, всех, кто сейчас на служении, помолимся, друзья, Бога поблагодарим за все, и начнем. Господь, спасибо тебе за все, Боже Святой, благодарю тебя, благословен Бог наш, Царь Вселенной, благословено Царство Твое, Отца, Сына и Святаго Духа, благословен ты, Господь, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю тебя, Господь, за спасение Твое, за дар жизни вечной, за кровь Сына Твоего, Иисуса Христа, которым мы искуплены от суетной жизни, преданного от Отцов. Благодарю тебя, Господь Святой, за этот дар жизни вечной во Христе Иисусе, в Твоем Агнце, нашем Спасителе, Господе, братья нашим, искупителе нашим, Иисусе Христе. Благодарю тебя, Господь, за Духа Святаго, благодарю тебя, Господь, за этот дар великий, за утешение Твое, Боже, и в этой земной жизни, Господь, мы действительно не сироты, не оставлены, потому что Ты с нами, Бог Сущий, Ты утешитель, Ты всегда с нами. Благодарю тебя, Господь, и Твое утешение, утешение Духа Святаго, оно в нас, Господь, и среди нас. Деяния Духа Святаго Твоего, оно и ныне, сегодня, сейчас, свершается, Боже Святой. И в сегодняшнем собрании этом благослови народ свой миром, благослови сегодня всех нас, по богатой своей милости, во имя Иисуса Христа, Отец. Благослови детей своих, народ свой благослови миром, благослови Господь, кто здесь присутствует сейчас, кто подключился сейчас онлайн, кто потом в записи будет смотреть, Боже, весь народ свой благослови. И сейчас здесь, в Киеве, Боже, собрание проходит, служение разных церквей, разных конфессий, динаминаций, Боже Святой, благослови сегодня народ свой миром, Боже, и везде, где прославляется имя Иисуса Христа, пусть сегодня, Боже, деяние Твоего Духа Святаго продолжится, усилится, Господь. Пробуди народ, Господь, пробуди народы, Господь, слава Тебе. Пробуди сердца людские, Боже, во имя Иисуса Христа. Воскреси мертвое, пробуди спящее, и да прославят Тебя люди все, Господь, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Боже наш. Благословен Господь, благословен Царь Вселенной всей. Аллилуйя. Слава Тебе. Благодарю Тебя, Господь. Сегодня мы и будем совершать причастие, хлебопровавление, Евхаристию, Боже, потому что это и свидетельство Твоей любви. Это доказательство Твоей любви, Боже, чтобы никто из нас никогда не сомневался в Твоей любви, Господь. Потому что Ты однажды и навсегда приобрел нам, для нас, для всех нас искупление вечное. Боже, для всего человечества, Боже, Ты приобрел эту жизнь через, Боже, величайшую цену, через кровь Сына Своего Ненародного. Боже, благодарю Тебя, Господь, за дар вечной жизни. Благодарю Тебя. И пусть сегодня откроются сердца людские, Боже, во имя Иисуса Христа. А нас благослови, Боже, в этом причастие. Боже, благослови, Господь, Боже, в этом хлебопреломлении. Действительно, потому что Ты, Бог, живой, Ты, Бог, сущий в нас, верующих. И сегодня храм Твой, святой храм Божий, это мы, верующие, как живые камни, из нас Ты созидаешь этот святой храм в Господе. Слава Тебе, Боже наш, благослови, Царь наш, аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Может, о чем помолимся еще, есть нужды какие-то. У меня на сердце две молитвы тоже. Может, есть у кого еще. За отца Виктора тоже он не смог быть сегодня. Звонили, он в транспорте, но не смог быть. За священнослужителей, за Кифу тоже. Он в Сумах сегодня, я с ним по телефону так общался. И завтра он ко мне заедет, как раз пообщаемся мы. Даже, наверное, утренний молитв вместе проведем, трансляцию с Кифой вместе. Обещал утром заскочить ко мне часов пять-шесть где-то как раз. Вот, и за него тоже, за его служение, там сейчас в Сумах, за Виктора, за всех служителей наших. Нужда такая тоже молитвенная всегда есть. А молимся, да? Да. Может, кто-то у кого на сердце есть, помолиться. Может, помолитесь и вместе присоедуемся. За священнослужителей, служителей церкви. Да, Господи, благослови, благослови Кифу. Благослови Отца Виктора во имя Иисуса Христа. Благослови всех служителей нашей религиейной громады, Христа Спасителя. Благослови нашу ныненькую Украину. Даруй ей мир, даруй ей прицветление. Твой Божий порядок, нехай просто запанует тут. Ты наш Царь. Аминь. Ты наш Господь. Ты наш Спаситель Иисус. Дякую Тобе. Слава Тобе. Отцу и Сину Святому Духу. Аминь. Может кто помолится за родных, ближних, за наши семьи. Сейчас жду рождение нашей внучки уже. Аллилуйя, слава Богу. Селетии наши. Может кто помолится, присоединимся к молитве. Благослови нашим семьям, наших родственников и близких. Боже, мы надеемся, стоим на Твоем Слове, что спасайся Ти и весь дом Твий. И Ти, которые еще не спаслися, нехай пошли до них людей, которые будут привозить им Евангелие, которые приймут Иисуса Христа, как Господа и Спасителя. Мы молимся, мы благословляем нашего епископа Сергия и молимся за его семью. Нехай Бог благословит Боже, благословит его семью, благословит всех детей, матушку Нину, Нину и внучат во имя Иисуса Христа Господи. И за единство Церкви, за единство Тела Христа, потому что очень много разделений, очень много порой и вражды, и скрытый, и открытый. Вот, чтобы действительно верующие, познающие Бога люди и познавшие Бога наипачи, чтобы действительно взирали на Христа и были действительно, осознавали единство Церкви. Потому что Церковь, она едина на самом деле. Господь, Он создал свою Церковь, и это не просто поместная Церковь национальная, или поместная Церковь католическая, или, допустим, поместная Церковь локальная, нет. Это все тело Христа, все тело Христа, это Церковь Бога Живого. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, за все. Боже, благослови народ свой миром, благослови Церковь свою, благослови Божие единство верующих. Действительно, потому что Ты сказал, что да будут едины, как мы с Тобой едины. Иисус, Ты молился действительно о единстве верующих, Боже, о единстве, Боже, братьев, сестер в теле Твоем, Боже, в Церкви Твоей. Боже, благослови Господь, Боже, благослови пусть во имя Иисуса Христа, единство в истине будет, Господь, единство в Тебе, Господь, в Твоей любви, Боже. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И загонимых верующих тоже. Я вот приехал с России, и сейчас у меня вот эта молитва, она и вчера молился, тоже об этом позавчера. Вот. Здесь атмосфера другая, конечно, в Украине сейчас, но не везде так свободно, как здесь сейчас. И притеснение есть верующих сейчас, разных конфессий. Даже я сейчас вот не могу в России служить открыто, публично, очень редко, когда открыто. Чаще всего так вот подпольно, знаете ли, собрания какие-то проводятся. Вот. И, конечно, это тоже хорошо, что мы собираемся все-таки, да, значит, но хочется вот так вот, чтобы было, знаете ли, мы же не преступники какие-то, знаете ли, чтобы так вот прятаться. Пусть нечестивцы прячутся и, значит, хаваиваются, значит, а верующим-то, че прятаться? Вот. Мы же не на зло пришли, мы на добро пришли. Поэтому это ненормально, когда, значит, негодяи торжествуют, как бы, да, значит, и не скрываются крешники, а праведники должны вот так вот хаваиваться, прятаться. Это ненормальная ситуация. Это извращенная ситуация. Господь, благостави Божий народ Своих миром и верующих, которые подвергаются сегодня всякого рода и арестам, задержаниям, судам, тюремному заключению, всякого рода притеснением, увольнением с работы, Боже, разным притеснением, Боже, давлением всевозможным, Боже, благостави. Господь, верующим разных течений, разных ветвей христианства, Боже, даже тем, кто и, в общем-то, с большим трудом даже христианином может называться, но все равно Господь, ради имени своего Господь, Боже, вступись. И пусть, Боже, даже в этих ситуациях, Господь, прославится имя Иисуса Христа. Боже, пусть, как вот и в прежние столетия, когда были серьезные гонения на христиан, Боже, верующие обращались к Тебе, Господь, консолидировались, Господь Боже. Верующие, Боже, действительно взирали на Тебя, действительно святого и подлинного главу нашу. Ты, Господь, действительно совершитель веры, Ты начальник веры, Боже, Ты глава церкви, Христос. Слава Тебя, Боже, благословен Господь, во имя Иисуса Христа, аминь. И пошли радость сердца народа своего Божия, благослови народ своим миром и сегодня, и вечности. Аминь. 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 Слава Богу. Представьтесь, друзья, слава Богу, благословляю всех. Да, прием, ай, да, прием. Слава Богу, не перерываются. Хорошо, что люди подключились. Вот, надеюсь, мои тоже подключились. Если подключились, то хочу поприветствовать тоже свою семью. Вот, и молюсь в эти дни тоже и за свою семью, конечно, и за свой род. Знаю, что любящим Господа, призванным по Его изболению, все содействует ко благу. Вот, все содействует ко благу. Кстати, в календаре, православном церковном календаре, сегодняшнее воскресенье называется О Закхеи. Вот, и знаете, у меня молитва такая, вчера была еще молитва, да. Ну, Закхеи, историю помните, да, история Закхеи. Это был человек, ну, грешник был, действительно был грешником. Он работал на оккупантов, на римлян, вот. И для всех евреев, остальных он был, ну, как можно назвать, как можно относиться к человеку, который, значит, мало того, что 7 шкур дерет, вот, вот, еще и работал на оккупантов, значит, и, в общем-то, неплохо устроился. Он нашел полицай. Ну, да, полицай, да, да. И не просто полицай, даже начальник их ней, даже он, как бы, был над ними командир какой-то. Ну, и, понятное дело, что у всех людей, как бы, религиозно, да, вызывало негатив, конечно. Вот, люди добрые плевались в ее сторону. Вот, вот. Вот, и, а там, фарисеи, там, священники, набожные люди, ну, таким руки не подавали, конечно. Вот, но, знаете, интересно, что, вот, этот человек, он, действительно, покаялся. Ну, он знал, кого обижал, он знал, кого обидел, он сказал, что кого очень обидел, он вернет все это, да еще столицу вернет, как говорится, да. Вот, и плюс еще он, там, полуменья, там, раздаст, там, нищим. Ну, понятное дело, что он нажил-то, он свое состояние, так, неправильным трудом. Он, ну, самое интересное, что Иисус сказал по поводу Захеи, да, что этот, вот, он, действительно, сын Авраама. Не просто он по, ну, по названию, да, по обрезанию, там, по чему-то еще, нет. А вот, действительно, он сын Авраама по, ну, самой сути своей, он покаявшийся человек, новый человек. И вот, сегодня молюсь тоже, и вот вчера тоже была молитва у меня такая, что вот, когда пробуждение приходит в народы, да, то, вот, один из, я вчера вспоминал пробуждение, которое было в Англии сто лет назад, больше, чем сто лет назад. Вот, там был свой Донбасс, у них был, вот, Уэллс, да, вот, шахтерский регион, такой, вот, девятнадцатый век, там много шахт работало, тысячи-тысячи рабочих, получали они гроши, копейки получали, вот, олигархи, там, богатели, набивали карманы себе богатели, вот, в роскоши купались, именно, денег столько много было, вот, от этой угольной промышленности, что эти богачи даже не знали, куда девать эти деньги просто, просто жиры бесились, вот, значит, и, в общем-то, ну, как говорится, до поросячьего виска. Вот, а народ голодал, по сути, в проголоде жил, вот, и, в общем-то, настолько сильно накалились вот эти вот страсти, что, вот, Фридрих Англии, он же с Англии, да, значит, товарищ Маркса Карла, вот, он, значит, верил, и он об этом заявлял, что именно с Англии начнется мировая революция, вот, как мы пели, там, в детстве, там, не знаю, кто пел, не пел, мы пели эту песню, как помню. Вот, назло буржуем, мировой пожар раздуем, вот, я еще помню из детского садика такую песенку, почему-то, вот, в детстве запоминаемы были эти вещи, да, вот, играли этим, этих, изображали сценки с этими революционерами, вот, гордились, ну, пока не я, пока не, семья атеистов вырос, вот, у нас не было людей верующих в семье, вот, я все за чистую монету принимал, вот, и Энгвис, он понимал, что мировой пожар начнется с Англии, но не начался пожар, потому что даже неверующие историки признают, что именно через пробуждение, вот это вот было остановлено, то, что могло, вот, это было как бочка пороховая, достаточно было, чтобы какая-то искра, и из искры возгорится пламя, можно как говорится, да, но, слава Богу, через это пробуждение духовное, вот, все изменилось, и вначале бедные люди каялись, массово было покаяние бедных людей, простых шахтеров, семья шахтерские, которые, кроме пьянки, гулянки, мордобоя и футбола, как бы, ничего больше, как бы, и, ну, не было никаких там развлечений особенно, церкви были, конечно, но церкви были пустые фактически, вот, народ как-то был, равнодушен к религии, вот, вопросам религиозного тема, вот, и, когда началось пробуждение, то, вот, действительно стало массовое покаяние людей, а потом и вот этих, там, олигархов, люди богатые стали тоже, богатые тоже плачут по-своему, стали каяться, и, вот, деньги свои стали, ну, платить зарплату хорошую людям, вот, политика изменилась, вот, этих предприятий стала меняться, не сразу, но стала меняться, вот, и больницы появились, вот, бесплатно, значит, для рабочих этих, школа там, все там, ну, то есть, перестройка началась такая, мышление людей, очень многих, вот, и богатых, и бедных, вот, и, и вот это спасло, по сути, огромную империю, вот, от того, чтобы началась мировая, мировая революция, а если бы она вспыхнула тогда бы, то и французская революция, и русская революция были бы просто, знаете ли, жалким подобием, потому что британские земли были во всех часовых поясах нашей земли, и, в общем-то, по всей земле, да, и британцы говорили, горделиво, что солнце никогда не заходит, говорит, на земле ее величество, всегда, на всей земле есть земли, колонии, Британия, английский язык, поэтому стал-то, как бы, языком-то, межнационального общения до сих пор, вот, все благодаря в этой векретарской эпохе, вот, и, ну, вот такое пробуждение, и молюсь сегодня, молюсь о духовном пробуждении в народах, о духовном пробуждении, и вот, пример Закхея, ведь это очень важно, и действительно, человек, и в Украине здесь, да, и в России, вот, огромное количество есть, вот, денег, которые богатства, которые у богатых людей, и богатым людям кажется порой, что, вот, он там построит какие-то храмы, допустим, да, значит, где-то кому-то, как-то, вот, поможет, и это, как бы, засчитается ему, вот, там, как бы, в небесной канцелярии, откупится, да, вот, и, как бы, и, вот, получается, и грех вроде не будет на нем, теперь уже. Приветствую. Приветствую. Спасибо. Спасибо. Здрава Богу. Слава Богу. Армияду я. А. Приветствую. Но Бог-то хочет не того, Бог хочет духовное перерождение человека, не просто откупы какого-то, знаете ли, вот откупился и все разное, да, по какому-то поводу, где-то что-то пожертвовал, нет, нет, Бог хочет, нет, Бог хочет действительно нового мышления, действительно хочет духовное перерождение, даже Иисус сказал так, что кто не родится свыше, да, кто духовно не переродится, получается, да, тот даже не увидит Царство Божие, вот, а это духовное перерождение, это таинство, действительно, это тайна, вот, и когда, я часто вспоминаю добрым словом, значит, вот те конференции, когда вот звучало здесь вот в Киеве, вот это слово как раз, вот, и приезжал евангелист опять, Тейл Осборн, Тейл Осборн приезжал, вот, сюда, это очень такой известный, вот, в мире вообще евангелист, который, как вот, Билли Грэм, допустим, да, но Билли Грэм, он вообще, как бы, это, ну скажу так, величина была, действительно, да, святого времени, да, да, действительно, святого времени, да, и, но, вот, также и Рейнхард Бонке, вот, и Тейл Осборн, Вот, это тоже такие, их называют, как комбайны Евангелия, комбайны Царства Божьего, то есть, потому что на Ниве Божьей, да, вот, трудящейся, можно серком, конечно, да, значит, можно там косой, можно там еще чем собирать, а можно комбайн запустить, вот, это совсем другая история уже, вот, значит, и Служение евангелистов таких вот, крупных, мировых, вот, это как служение таких больших комбайнов даже В закрома Царства Божьего Очень много душ было собрано, вот, кстати, когда Билли Грэм умер, то Там такие картинки рисовали, я там себе, там, скопировал пару картинок интересных С американских этих журналов, да, значит, там, врата рая, масса людей там, вот, и все выходят там, ну, добро пожаловать Билли, мы тебя ждем, спасибо Билли, это, конечно, ну, да, потому что Очень много душ уже пришло за это время, за эти годы, десятилетия на небеса, я вообще нельзя упробовать Вот, да, много его там ждало людей, вот, и, ну, Теолос, когда он приезжал, вот, он говорил о, именно, о духовном перерождении, о духовном рождении свыше, вот, и как о процессе, как о таинстве Говорил, и что говорит, что мы до сих пор, вот, ну, скажу, не знаем всей этой тайны И он сказал так, что больше 50 лет я привожу людей к Богу, миллионы людей, вот, повторяли молитву покаяния через мое служение, говорит, на этой земле В разных странах, континентах, на всех, вот, но до сих пор я не знаю, как человек рождается свыше, это таинство, говорит Я знаю какие-то главные, там, ну, ингредиенты, что ли, знаю этого блюда Но как это все происходит, это таинство, это тайна Действительно, это тайна великая, духовное перерождение Вот был человек, просто человек, родился Сын Божий Родился, как новое творение, духовное перерождение И это чудо-то настолько потрясающее, что действительно Даже для ангелов и для людей это тайна, для всех Это только решение Бога, как происходит это таинство Знаете, до Иисуса, до нашей эры, как мы говорили, да, до нашей эры Вопрос это тоже поднимали, конечно же Вот, и люди говорили о, вот, необходимости духовного перерождения Рождение свыше, рождение от Бога, духовное рождение Но до Иисуса не было самого главного, как бы, вот, если это сравнивать с приготовлением блюда, да, какого-то Не было самого главного ингредиента Вот, до Иисуса было и то, и то, и то Были разные понимания, да, вот, необходимости духовного перерождения Но не хватало самого важного, самого основного Помните, я рассказывал еще как-то у нас в церкви как раз Что были вот разные богословские школы В то время, когда Иисус пришел, да, в этот мир Вот, и когда Он родился, то в Израиле была такая школа Шамая Шамай, старший, потом Шамай, младший был еще учитель Вот, у нас обычно его мало кто вспоминает Вот, и в Библии о нем не указано О Гилеле, да, мы вспоминаем чаще Школа Гилеле Вот, она в основу современного иудаизма Вот, легла эта школа Гилеле Но была школа Шамая А школа Шамая, она во многом приготовляла Как вот предтеча определенной Дорогу для христианства Для мессианства, для христианства Потому что Шамай, вот этот учитель Значит, он говорил как раз именно об этом О необходимости духовного перерождения Рождение свыше человека И на вопрос, как это происходит Он говорил, что это от встречи с Всевышним происходит Мертвое и живое встречались Живой Бог и мертвый человек И совершается таинство, чудо Духовного рождения Он говорил о непохновенности духовного рождения И вот там, где Иисус жил Прожил почти всю свою жизнь Галилея языческая, да В Назарете Вот, там школа Шамая была очень популярна И галилеяне, они обычно как раз В общем-то, были очень хорошо знакомы с этой школой Как раз Вот, говорящие о непонимности духовного перерождения И когда Иисус разговаривал с Никодимом Он как раз и сказал ему, что Что должно родиться свыше И вот, ты один из учтений Израиля И раз он об этом не слышал То есть, он говорит ему Об этом факте о том О котором он должен был наверняка слышать И не раз, и не два Да, наверняка он был Этот Никодим Судя по его вот этим всем высказываниям Он был противником этой школы То есть, он был скорее всего Как раз сторонником Судя по его таким язвительным высказываниям Этим Вот Он был сторонником школы Значит, другой Галилея Вот, но Значит Иисус сказал По сути, что он сам Он как бы стал указывать на себя Он является ответом Верующий в Сына Божьего Имеет жизнь Не имеющий Сына Не иметь жизни Он сказал интересный момент Именно в разговоре с Никодимом Иисус сказал Что Отец Именно вот эту тайну Знаменитую Иоанна 3.16 Да? Такое Мы говорим Золотое местописание Золотой стих Писание Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Ненародного Дабы всякий верующий в Него Не погиб Но имел жизнь вечную Вот То есть Он Иисус Именно в разговоре с Никодимом Сказал это Очень важный Важнейшее откровение Вообще Важнейшее откровение То есть В этом духовном перерождении Сам Иисус И сегодня Две тысячи лет прошло Да? И сегодня Именно По-прежнему Так же Все Ни в коем другом Нет спасения Братья и сестры Нет По-прежнему И не может быть Другого имени Под небом Данного нам Людям Которым Надлежало бы нам Спастись Которым Спасаемся Которым спасены Между небом и землей Иисус Христос И Он есть Путь истинный Жизнь И это Действительно Благая весть И ответ Для всего человечества И вот Моляясь о духовном Пробуждении народов Я молюсь о том Чтобы Имя Иисуса Оно Пришло в судьбы Миллионов Миллионов людей Разных людей Потому что Сегодня Действительно Как написано Я тоже переживаю Эти местописания По-новой Каждый раз Переживаю их В молитве Что все творение Стенает и мучается Ожидая откровения Сынов Божьих А откровение Сынов Божьих Которое вот так вот В котором так нуждаются Все люди И все творение Это откровение Как раз и есть Бога Сыновства Откровение Сынов Божьих Что мы Дети Его Откровение Сынов Божьих Что мы Действительно Да Забыл Как звали Президента На 100 долларов И нарисован 100 баксов Большин Не Джефферсон Не 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 Джефферсон 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 Ну Нет Да это Ну еще А кто знает Может я встал от жизни уже Что-то не Баррибанс По 100 баксов Есть Признавайтесь Слово Да Слово Можно Да Я Я прошу встать на хвилину Так Помогу Я хочу помолиться Я відчуваю Что Кто то Я знаю Кто то Препятствует служению И просто Да Да И Владою Намданою От Бога Дьявол Я запрещаю Тебе присутствовать на цьому зібранні И пошел вон Там Где Сине Божий Где светло Ти не имеешь права Присутствовать тут Нагнув Нагнув голову И пошел вон Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Я дякую тебе Боже Щоб Ти дав нам право наступать на змей Скальпіони И на всю силу ворожу Я прошу Тебе Дух Святий Просто Прийди на це місце Во имя Иисуса Христа Нехай Твоя мина Нехай Твій Божий порядок Буде присутній на нашому зібраганню Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Нехай мир и покой Просто поселиться в наших серцях Я прошу Тебе Дух Святий Переломи Переломи хліб Слова Божого Щоб ми получали відкровення Прямо сейчас Ми благословляємо Нашого епископа Во имя Иисуса Христа Якою Тебе Божа слава Ви цвізь землися в Тому Аминь Аминь Аминь, аминь, аминь Проводьте Що прийшло О, Бога Те Ты не склонен Бенджамин Франкли О, Бенджамин Франкли Спасибо огромное Вот как раз Одно из его там Несколько очень интересных извлечений таких У нас мало знают о том, что он еще был и проповедником То есть он в церкви говорил слово Проповедник И вот как раз его выступление Вот по поводу духовного перерождения читал Вот его вот эти мысли О духовном О необходимости духовного рождения Нового рождения Свыше рождения Вот как раз что Мне что понравилось Что заявлял он такие слова Вот я вот Не запомню дословно, к сожалению Но примерно так же звучит Что Спасены все Дар для всех Божий Да Но принимают немногие Вот Вот самая мысль мне тут очень понравилась Действительно Бог спас всех И спасены все Всем он дал этот дар Но принимают Его Вот этот дар Именно принимают Немногие И так хочется Чтобы многие взяли этот дар Приняли этот дар Духовное перерождение Приняли это Согласились с этим И Не от хотения мужа Рождаемся Да От Хотения Бога От Хотения Бога Но Хотения мужа Еще мало Да И даже Хотения еще и Супруги Знаете ли Принять Чтобы она Чтобы она Приняла Семя Чтобы Появилась жизнь И Без этого Невозможно Образование Новой жизни И Бог Он Действительно Он хочет Чтобы Все мы Люди На этой земле Как бы Забеременели Этой новой жизнью И родились Как новое творение Но Принять Его Семя 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 Вот новая жизнь через вот это чудо, это происходит чудесным образом, сверхъестественным образом от Бога, вот, но это богочеловеческий процесс такой, я так обсуждаю, потому что жизнь и смерть Бог предложил человеку, и, пожалуйста, человек может избрать смерть, значит, и идти путем, ну, как и животные все живут, допустим, да, в этом мире, а может принять жизнь вечную и духовно переродиться и быть новым творением во Христе Иисусе, совершиться таинство духовного перерождения, духовного рождения свыше, вот, друзья, молюсь сегодня тоже об этом, и действительно это, как Никодим говорил Иисус о духовном рождении, Если Никодим, будучи там, ну, служителем, да, как говорят, будучи, здесь плохо слышно написано, ну, ничего, братья и сестры, я постараюсь погромче говорить, но если что, вот, есть камера и потом будет запись еще выставлена Молитесь сейчас, молитесь о служении, вот, и молюсь за всех, кто подключился сейчас онлайн, вот, и за то, чтобы чудо совершалось, духовное перерождение Кто духовно уже родился свыше, да, или в процессе, а те, кто еще не знает Бога, чтобы познали Господа, чтобы приняли благую весть, это спасение через веру в Иисуса Христа Главнейшим и сейчас в этом процессе рождения является сам Иисус Христос То есть понимание того и принятие того, что Иисус есть мой Спаситель, как вот Мартин Лютер говорил, немецкий реформатор, да, что понимание, говорит, и знание, что Иисус Христос, Он Господь и Спаситель наш, в целом общий, общечеловеческий, да Это, говорит, не спасает, не возрождает Но понимание того, что Иисус Христос и принятие того, что Иисус Христос, Он лично мой Господь и Спаситель, лично мой, лично за меня пролил свою кровь Вот именно это и есть спасение, именно в этом кроется вот спасение И действительно, вот, пусть имя Иисуса не просто даже декларируется, да, где-то, вот, а чтобы оно действительно было в нас, внутрь нас И крещение, чтобы совершалось это в Него, в Господа, во имя Господне, во имя Иисуса Христа Крещение, как не просто таинство, да, погружение в воде даже, а как именно действительно, это акт важный, но наиболь, еще более важнейшим является вот такое наше в Него погружение постоянное и пребывание в Нем и пропитывание им Это, скажу, если говорить о духовном рождении, да, то есть вот таких три этапа, как бы, да, первый это вот, собственно, вот это вот На этой земле, вообще на этой земле рождение свыше, люди по-разному понимают, конечно, и верующие тоже, богословы многие очень по-разному понимают Я читал десятки разных воззрений и не хочу никого там обидеть, никого спорить не хочу, у всех разные понимания есть, это вопросы Я просто для себя, вот, хочу вам донести сейчас, вот, на ваше тоже рассуждение, такое размышление Вот, сравниваю это со внутриутробным развитием Сравниваю это с жизнью человека, да, внутри матери Вот, я уезжал сюда, вот, с дочкой как раз общались, у нее живот уже большой уже Слава Богу, да, слава Богу, да, значит, я там благословил дочь, благословил внучку в животе, значит, и, да, я ее не вижу еще, внучку, но она шевелится там, она уже просится, как бы, понимаешь, чуя, да, чуя, безусловно, и Бога чуя Вот, значит, и, значит, и тесно там уже, вот, как бы, да, и на волю надо Вот, это как в том моменте, да, там, двойные там в утробе разговаривают, да, один другому говорит, а есть ли жизнь после родов? Не знаю, говорит, никто не возвращался оттуда, говорит Вот, оно, понимаете, значит, тоже, вот, развитие человека до рождения, да, как оно происходит? Человек живет своей жизнью, да Вот, я смотрел фильмы разные такие, познавательные, интересные, здесь вот, в Киеве, кстати, первый раз смотрел такой фильм на польском языке, ну, там все понятно, в принципе, там все, как бы, объясняют, там все иллюстрируют так хорошо Вот, показывал мне фильм этот отец Максимилиан, подвига с Польши, католический римский священник, вот, он занимался как раз проблемой семьи, брака, против абортов, выступал за жизнь, за движение за жизнь называется Вот, и я ознакомился, посмотрел, вот, а еще как раз я рассказал отцу Максимилиану, говорю, вот, у меня вот супруга, вот, если будет рожать в следующий раз, я хочу, ну, поприсутствовать в природах Он говорит, отец, стой, говорит, будь осторожен, вот, а вначале посмотри фильм, мы в Польше делаем так, говорит, что, значит, если муж заявил желание, заявил желание присутствовать, мы вначале даем ему посмотреть фильм, документ, ну, учебник такой, вот, если он выдержит это, то, допустим, А если нет, то, а то часто врачи спасают уже, не за кого спасать, не то мужа спасают, вот, от такого шока, вот, значит, и я посмотрел на полфильма, я понял, это не для меня Я говорю, не перенесу такого вообще, вот, значит, я бы, после фильма я даже сказал отцу Максимилиану, я бы, не то чтобы там матерям многодетным, я бы за каждую роту давал бы медаль, будь я президентом бы, вообще Потому что, думаю, да, это действительно, это такое, не дай Боже, думаю, это как евреи молятся, да, спасибо Господи, что я родился, ну, мужчиной, да, не женщиной Ну, не то чтобы мужчина, женщина, просто, просто своя судьба, как бы, да, значит Но, знаете, о духовном рождении рассуждаю так Вот, когда человек, вот мы говорим, родился свыше Принял Иисуса Христа как своего Спасителя Господа Я так расцениваю это, сравниваю это с зачатием Это жизнь уже, клеточка поделилась Там в том фильме было, там, показано даже, съемки под электронным микроскопом, как оно происходит Это, клеточка поделилась, потом еще поделилась, так вот раз, они поделились Вот, и потом начали еще делиться, еще, и вот жизнь уже есть И, там, значит, потом отец Максимилиан кое-что комментировал Вот, значит, он по-русски плохо, но так выходит, что он объяснял мне Ну, в принципе, было понятно, многие вещи Еще со школы, с колледжем, значит И, значит, и объяснял так, что, значит, что, вот, в принципе Уже даже в этой первообразовавшейся клеточке, да Поделившейся клеточке уже Вся информация, полная информация о человеке есть уже Все, полностью То есть, в этой клеточке и цвет волос, значит, там, значит И рост, значит, и предрасположенности, и там, и много-много всего Все уже прописано, в принципе Дальше лишь вопрос, ну, времени, деления всего этого Вот, и там, значит, действительно, ну, чудо И там говорится, что если бы, вот как в первые, там, допустим, недели Если дальше бы, так же бы развивался в такой же скорости организм наш То мы, к моменту родов, мы были бы больше, чем взрослый слон Представляете? То есть, вот такой процесс на первой неделе Он просто огромнейший, сильнейший процесс Потом и замедляется И чем ближе к родам, тем он более и более медленный Процесс развития уже, да, значит, происходит Но первой неделе, это просто невероятно Там показано, прям, по дням Уже появляется нечто похожее на человека Но в каждой клеточке, по-прежнему, да, информация о человеке Вот это да Ну, таинство, действительно И вот, когда человек, он принял Христа Это произошло чудо Да, слава Богу, чудо, да, это происходит Я убежден, что даже те, кто приняли Христа и ушли в вечность Они спасены Вот, даже в наших условиях Сегодня в пробирках можно выращивать, да Значит, там будем так говорить Но Бог хочет, чтобы мы здесь выросли На этой земле выросли И не прежде времени ушли туда А в свое время, в свой срок И чтобы мы здесь развивались, росли, готовились И вот, рождение свыше сравнивалось с этим опытом Внутриутробном развитии, как бы, да, человека Вот, с моментом появления на свете, зачатия, да Потом развития, роста самого И вот, и это тоже рождение свыше, можно сказать Процесс духовного перерождения И последний этап, третий этап Это уже сами роды Это сравнивалось с тем, как уходит человек в вечность уже Это можно сравнить именно с рождением уже в новую реальность В другую реальность Помните, я рассказывал, что еще подросткам заглянул в эту реальность То есть, я умирал, имея некоторый опыт Пусть там не такой большой опыт Вот, как некоторые люди рассказывают, допустим Переживали смерть, там, в таких подробностях Что, ну, честно говоря, даже шокированные порой Вот, но я не видел там многих таких вещей Которые люди рассказывают Я был еще и подростком, неполно в 13 лет Но, когда умер Я не понял, что я умер даже Потому что я не перестал существовать Я не исчез, не растворился Но я запомнил одну вещь Хотя прошло уже много лет Но кое-что помню Вот, другие вещи я уже стал забывать Может, даже и слава Богу, что стал забывать некоторые вещи Потому что, как бы, жить с этим не очень Так вот, ну, как бы, порой даже приятно Даже момент возвращения, допустим, в тело Вот, очень болезненный И... Но знаете, что запомнилось? Вот это, как художники говорят, импрессию Впечатление Впечатление о том, что я вот, как будто бы 13 лет своей жизни я проспал И вот, наконец-то, я проснулся Вот, то, что я жил И вот, или сейчас живу, допустим, да Вот, мы живем Это как сон Но... Не то, чтобы это не реально Это реальность тоже Это уже реальность И она реальная реальность Слава Богу за эту реальность Она очень хорошая реальность Вот, да, конечно, испохаблены, к сожалению, очень часто Вот, реальность Но она реальность Она реальность Со своими благословениями, проклятиями И, наверное, самый большой плюс в этой реальности, что есть временное измерение. Это самый большой плюс. Я скажу, что, наверное, только умерев, начинаешь это ценить. Вот реально. Я скажу, что это так. Да, приветствую. Здравствуйте. Да, проходите, пожалуйста. Вот. Потому что, когда живешь в этом временном измерении мире, то просто-напросто не замечаешь этого и даже не обращаешь на это внимания. Но когда выпадаешь из этого времени, из этого потока времени, начинаешь ценить, что действительно это, хотя многим кажется это проклятие, но это огромное благословение на самом деле. Огромное благословение. И я очень Богу благодарен, что Он создал время вообще. Создал временное измерение. И Он себя проявляет в этом временном измерении. Хотя Он вне времени, Он выше всего этого. Он относится ко времени, как художник, допустим, к своему произведению. Как творец к творению. Как и ко всем нам. И время тоже наш брат, будем так говорить. Мы тоже созданы им. Но запомнилось следующее, что тот мир Божий, он более реальный, чем эта реальность. Намного более реальный. Я говорю о духовном перерождении. О духовном рождении свыше. О рождении нового рождения. Которое происходит в жизни людей. И сравниваю это с развитием, внутриутробным развитием. Зачатие как именно рождение свыше. Первый этап рождения свыше. Потом развитие само. Тоже как духовное перерождение. Процесс такой. Духовное перерождение. Которое всю жизнь мы проходим. И третий этап рождения свыше уже. Это спасение. Это уход с этой земли уже. Бог. Да. И сегодня утром трансляцию делал. Подключайтесь. Кто имеет возможность. Подключайтесь в 6 утра на утреннюю трансляцию. В 6 вечера на вечернюю трансляцию. Я буду стараться. Пока в Киеве имею возможность. Буду стараться всегда подключаться. Если не получится. Если не получится, то потом можно в записи посмотреть. И делюсь каким-то словом. Обычно как раз о причастии. О хлебопривомлении. Об этом делюсь. Потому что я живу этим откровением. И делюсь этим с людьми. Потому что сам. Что имеет, то даю. И вот и причастие. Я сегодня вспоминал как раз. Как на Аляске. Там в Америке. То общался со старобляцами. Староверами. Я общался с поповцами. И с беспоповцами получается. Вот. Поповцы там были эти. Белоклинистские. Старобляцы. Вот. А беспоповцы. Там я даже не знаю всех. Там разные течения есть беспоповцы. Вот. Интересные такие люди. Они очень. Ну. Свеобразные такие. Замкнутые. Закрытые. Порой. Они даже. Они по старому русски говорят. Вот так. И окают. И. Как-то не произносят слова по-другому. Медленно говорят. Вот. Но когда они слышат. Кого-то на русском. Кто говорит. Если даже. Вот. Я первый раз столкнулся с ними в аэропорту. В Анклиджи. Я вижу. Идут страверы. Они с бородами. Такими. Значит. В этих. В костюмах своих. Ну. Таких. Ну. Так. Стилизованных. Одеваются своеобразные. Сразу видно. Что это не просто. Американцы. Это именно. Старая вера. Я пытался на русском говорить что-то. Они сразу на английский переходят. Принципиально. Не хотят с чужаками общаться. Для них всех на русском говорит. Кто. Сейчас приехал. Это все коммунисты. Они. 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 Они не хотят общаться. Поначалу очень сложно с ними конечно. Но потом. Они видят что. Я не коммунист. Значит. И. Все. Начинаем общаться. Я им рассказываю о Христе. Все. Вот. И. С английского переходим на русский. С пятого на десятый. Вот. Значит. И. А потом. Так получилось. В самом Анкридже. Там. С одним человеком познакомились. А он. Ну. Такой. Неактивный. Прихожанин. Но тоже прихожанин этого старомельческого храма. Ну. И завязалась такая уже дружба общения. Общение и дружба. Вот. А потом под фэргенсом. И по всей Аляске посещал вот эти вот группы. Такие храмы старомельческие. И вот беспоповцы. Меня очень сильно не удивили. Вот. Многие там семьи живут аж с 18 века. 19 века. Когда еще Аляска была еще. Российская империя относилась. Вот с того времени еще живут. Они так и остались там на Аляске. Вот. И довольно интересная история этих семей. И. Вот этих беспоповцев нет хлебопреломления. Как раз я говорил о хлебопреломлении. О причастии. А мне как раз этот. Их нестарейшина. Кто у них там. Нестарейшина. Как меня называли. Забыл уже. Ну. Их не как бы служитель. Сейчас. Если вспомним. Назову. Ну. Какой-то старший брат. В нем словно. Да. Хлебопреломление. А мы. Говорит. Хлебушек преломляем. А как преломлять. Хлеб. А вот. Берет. Там. Евангелие. Перекрестился. Поцеловал. Значит. Открывает. Вот. Мы. И преломляем хлебушек. Вот. Говорит. Летний. Вот. Мы преломляем хлебушек. Вот. 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 Это да. Попов нету. Но. Хлебушек преломляем. Вот. И. А потом был у старобрядцев. Протестантских. Это уже. В другой стране. Америки совсем. Это вот. Штат Нью-Йорк. И. Пенсильвания. Там их много. У менонитов. Но. Больше всего. Конечно. Меня впечатлило. У амиши быть. У амиши. Менониты. Они. Как бы так. Более или менее. Так. Цивилизованные. Там. У них. И машины. Там. И электричество. Там. Было где. Там. Подзарядиться. Все. Вот. Они. Не против. Интернета. Там. Там. То есть. Они. Там. Как бы. И. Отеваются. Довольно. Во времени. Знаете. Как бы. Восемнадцатый век. Какой-то. Вот. Они. Да. Действительно. Реально. Живут. Без всякого электричества. Ничего. У них. Нет. Вообще. Работают. Да. Все. Такие. Трудокулики. Да. Вообще. Интересно. Понравилось. Очень. И. То же. Самое. У них. Вот. Причастие. Вот. Такое. Они. Ну. Так. Я. Называю. Это. Бесконтактное. Причастие. Как бы. Вот. Причастие. Которое. Совершается. Даже. Без хлеба. И вина. Оно. Мы. Они. Берут. Евангелие. Открывают. Но. Они. Не. Хрестят. Там. Евангелие. Читают. Какой-то из братьев. Читают. Потом. Рассуждают. И. У них. Потом. Молчаливая. Молитва. Называется. Они. Просто. Есть сейчас причастие. Вот. Действительно. Размышление было о Христе. Об Иисусе. Как об Искупителе. О крови Христа. Вот. И. Я понял. Как вот. Ну. Может. Грубое сравнение такое. Но. Как вот. Допустим. В тех же самых. Единоборствах. Да. Допустим. Есть. Обычное. Да. Единоборство. Да. А есть. Бесконтактное. Как бы. Там. Показывают. Там. Еще далеко. Там. Как бы низкий фильм. Там. Дублака. Там. А он уже. Отлетел. Вот. Как бы. Ну. Вроде того. Вот. И. Но. Все-таки. Я сторонник. Вот. По жизни. Вот. Причастия. Такого. Чтобы. Что-то пожевать. Вот. Не надо. Что-то пожевать. Что-то выпить. Надо. Чтобы. Вот. И. Дух. И душа. И тело. Конкретно. Вот. В этом причастии. Что-то пережило. Вот. И. Это переживание. Для меня очень важным является. Я даже. Бывает. Там. То в парке. Где-то. То в поезд. Еду. Там. Допустим. Где-то. В автобусе. Не важно. У меня с собой бутылочка воды. И. Немного хлебушка. Вот. Я рассуждаю. Читаю. Молюсь. Вот. Преломляю. Просто. Подай хлеб. Да. Но. Рассуждаю. О теле крови Христа. Иисуса Христа. И. Много свидетельств. Потрясающих свидетельств. Исцелений. Много свидетельств именно вот такого. Ну. Когда Бог. Скажу так. Даже в пути. В дороге. Но. Он. Совершает. Скажу. Чудеса. Перемены. Потрясающие перемены. Все меняется порой вообще. Я удивлялся каждый раз. Это не то чтобы волшебство. Время волшебства можно сказать. Сравните так. Вот. Но. Совершается таинство какое-то. Вот. Помните. Я рассказывал как-то. Случай. Давно уже рассказывал. Однажды в поезде проводница там. Воскресло. Вот. Тоже был такой же случай. Как раз вот. Вот. Значит. Ехал. Значит. И. В поезде. Ну. Как бы. У меня. Всегда вот. Размышления только о причастии. Вот. Как бы. Имея возможность. Когда. Хотя с людьми я беседовал. Но. Когда. В перерывах между беседами. Вот. Я. Значит. Вот так вот. Совершаю. Не говорю ничего особенного. Что. Просто сам. Сам собой. Сам с Богом. Он совершает это причастие. Вот. В тот день. Уже. Значит. Вот. Момент такой был. Что. Проводится. Все умирают. И порой в дороге люди умирают. Не доезжают. Вот. И там объявили. Я помню. Что краешком уха. Там. Значит. Что. Да. Медицинских работников. Просит пройти там. В наш вагон именно. Я так еще глянул. Туда-сюда. Вроде все. Живы здоровы. Ничего такого. Ну. Мало ли что. Объявляют. Мало ли что. Что нужно там. От этих работников. Медицинских. Вот. Ладно. Значит. Меня ж не касается. Что-то. Вот. Я никого не вижу. Не касается. А потом выяснилось. Что проводники. Они. Вот эту вот. Дверку. Которую. Вела. Туда. Ну. Этот отсек. Где там. Самовар их. И там все. Они закрыли. Оказывается. Именно там у проводников была беда. Вот. Не у пассажиров. Значит. И одной проводнице стало плохо. Вот. Ну. И врач. Значит. Туда. Пришел. А я даже и ухом не повел. Почему-то. Не знаю. И в этот момент. Представляете. Когда пришли эти женщины. Одна проводница с нашего вагона. Другая. Тут еще. Проводница. Даже. Они сбежали с разных вагонов. Потом. Оказывается. К нам. Вот. Значит. Ну. Уже. Плакали. Там. Обращались они. Вот. И. Вот. Эти проводницы пришли. Они. Еле сдерживали слезы. Вы же. Ну. Батюшка. Священнослужитель. А это. Мясо повесил. Значит. Там. И с людьми беседуют. Вот. И. Я говорю. Да. Говорю. Священнослужитель. Говорю. Вы не можете помолиться. Вот. У нас. Ну. Проводница умирает. Я. Конечно. Помолюсь. Говорю. Говорю. Я потом понял. Они имели ввиду отходную молитву. Как бы. Вот. 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 И. Как раз. Я. Зашел. Когда туда. За ту дверь. Там. Народов было много. Все это пространство. Было заполнено людьми. Там. Эти проводницы с разных вагонов. И. Начали поезда. Такой высокий. Такой. Под потолок. Значит. Самый. Значит. И. И. Как раз. Туда. Протиснулся. К ним. И. Вот. Где. Купа проводников. Оттуда. Врач. Как раз. И. Он. И. Он. Говорит. Начальнику поезда. Как раз. А. Начальник поезда. Говорит. О громкой связи. Там. Со станцией. На которую. Приходим. Ближайшая станция. И. Начальник поезда. Он. Говорит. Что. Все. Давайте. Отбой. Вызывайте. Труповозку. Значит. Уже. Говорит. Ну. И. Женщина. Стали. Еще. Больше. Плакать. Вот. Эти. Проводницы. Вот. Значит. И. Ну. Все. Врач. Вышел. Он. Сделал. Сводил. Он. Констатирует. Фактовый. И. Все. Он. Не. Можно. Ничего. Помочь. Вот. Женщине. Значит. И. Этот. Значит. Начальник поезда. Начал. Говорить. А. Слышно. Что. Говорят. По рации. Значит. Что. Говорит. Отбой. Реанимационной машине даем. Вот. Вызываем. Труповозку. На станцию. Значит. Встречайте. Короче. А. У меня. Момент. Понимаете. Быть причастным. Очень важно. К Христу. Да. Бывали моменты. Когда. Не.